А весной вообще еще, вообще у нас будет ровня вот недавно, опять такой же колея. Мечты о хорошей дороге в деревне Байкал уже давно утонули. За все 80 лет Камиля Гараева щебень ни разу не насыпали. Автомобили вязнут и в деревне, и по дороге к ней. Иногда бывает, оставляем машину пешком, то есть резиновые сапоги и вперед. Объезд через Бирюли, ну это 14 километров объезд. Это самая короткая дорога через деревню Чупчуги до этого Байкала, как до того самого Иркутска, по дороге к селу Старые Казармовские бараки. Минувшие выходные здесь произошла трагедия. Не доезжая до деревни Байкал, здесь стояло несколько домов. Сейчас остались лишь руины. Огонь погубил их несколько дней назад. Погибло два человека. До ближайшей пожарной части километров 10, но из-за бездорожья спасатели не доехали. Кому мы нужны? Ну, из-за дороги же пожарные не доехали. Не доехали? Сельчане чувствуют себя забытыми, а администрация поселения говорит, огнеборцы все же приехали. Но как в расселенных бараках оказались люди, у главы сельского поселения объяснение не нашлось. С участковым мы туда выезжали, там всегда все, мы вытолачивали. Там практически никто не проживало. Я не знаю, какие люди туда попали вообще. Администрация района приходила и спрашивала вообще по ситуации, как здорово. Не видела Казаметова, не видела. В селе проживают почти 30 человек. Это по данным администрации Высокогорского района. Поэтому о строительстве дороги говорить сложно. Мы ежегодно направляем перечень населенных пунктов, в которых не имеется подъездного пути, с протяженностью для рассмотрения возможности включения в программу. Тут все заедут, начнут строиться. Берегите природу. Вот их отговорки. Появится дорога к селу через год или два. Вопрос открытый. Скорее, колея дороги станет еще глубже. Альбина Венебаева, Марат Сайдгораев, ТНБ, Высокогорский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова